В Риотове прошел первый этап открытого чемпионата Москвы по настольному хоккею. Площадкой для проведения турнира стал Центр культуры и искусств. В соревновании приняли участие 20 игроков из Москвы, Казани, Волгограда, Новосибирска и подмосковных городов Риотова, Балашихи, Люберец и Котельников. Уже неоднократно проводим у нас в городе такие мероприятия и мне кажется, мы движемся в правильном направлении, потому что с каждым турниром у нас количество участников только увеличивается. Поэтому я надеюсь, что и в дальнейшем это будет хорошей и доброй традицией встречаться у нас в городе с вами и проводить красочные, хорошие турниры. Участники турнира были разбиты на две группы по 10 человек, в которых проводился круговой этап. По его итогам первые пятерки попадали в высшую лигу, остальные перемещались в первую. Чтобы пройти дальше и попасть в заветный плей-офф, нужно было занять место не ниже восьмого. Уже здесь начиналась борьба на вылет. По регламенту турнира в плей-офф первой лиги после четверть финала проигравшие игроки попадали во вторую лигу, где также разыгрывался комплект медалей. Отрадно отметить, что победители пяти этапов, то есть лучшие, кто станет по итогам пяти этапов, получат путевку на заключительный турнир, который пройдет уже в мае. Он будет называться «Суперкубок», и там денежный приз уже поборются самые-самые топ-игроки. Он будет свыше 100 тысяч рублей. Пока я не буду говорить, где он пройдет, это пока держится в тайне, но там соберутся действительно самые-самые сильные игроки, не только России. Мы рады, если к нам приедут и игроки из дальнего зарубежья. В результате азартной борьбы победителем во второй лиге стал Сергей Некрасов из Москвы. Лучшим в первой лиге стал 14-летний Станислав Капсамун из Котельников. В высшей лиге уверенную победу одержал фаворит турнира победитель чемпионата Москвы прошлого сезона Эмиль Мунджи из Казани. Он отметил высокий уровень организации соревнований в Риотове и дружескую атмосферу среди игроков. Все победители получили кубки, медали и денежные призы.